Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет. В эти светлые дни, в которые мы с радостью поздравляем вас с великим праздником Рождества Христова, мы с вами продолжаем наши беседы о городе Рождества Вифлееме, о месте Рождества Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и о том храме, который построен над этой величайшей святыней, пещерой Рождества Христова. И в истории, в убранстве которого до сих пор как в зеркале отражается вся полная радость и в то же время драматизма и трагедии, история Вселенской Христианской Церкви, о которой благоествует, о которой повествует нам и сам храм Рождества Христова. В прошлой нашей беседе мы с вами говорили об окрестностях храма Рождества, о том первом взгляде, который мы на него бросаем, подходя к нему, взгляде на атриум, на двор, некогда притвор этого храма. Ну и о той части, которая составляет собственно сам храм, составляет три его такие основные нефа, в которых сейчас оказывается паломник, проходя через ведущие в храм узкие и низкие двери. И теперь мы с вами продолжаем наш разговор, нашу беседу, оказываясь как бы уже в центральной, наиболее значимой, наверное, для нас части храма Рождества Христова. В центре храма находится его главная святыня, это пещера Рождества. Храм, который до сих пор несет вот такие явные следы некогда действительно существовавшей на этом месте пещеры Вертепа, в котором пришел на землю, родился Господь наш Иисус Христос. Туда ведут в настоящее время два прохода из южного и северного трансептов частей, непосредственно примыкающей к храму части, которая именуется трансептом. И помимо центральной части, находящейся над пещерой Рождества, также еще и в такой вот крестообразной формы, обладая, имеет северную и южную части, о которых мы с вами чуть-чуть подробнее уже поговорим чуть позже. Сейчас скажем именно о пещере Рождества Христова. Итак, сами проходы, которые туда ведут, также достаточно примечательны. Надо сказать, что это эти лесенки, которые мраморные, через которые мы туда спускаемся. В основном этот спуск мы начинаем из южной части трансепта. Они относятся к XII веку. Это украшение, которое было создано крестоносцами. Но вот железные ограды, железные решетки, которые закрывают или открывают доступ в храм, в пещеру Рождества, это, наверное, одна из вообще таких действительно древнейших, сохранившихся до нас частей, элементов древнего храма, древней пещеры. Они находились здесь еще в храме Юстиниана, то есть в VI веке, а по некоторым предположениям относятся еще вообще к древнему храму IV-V веков, который стоял здесь во времена императрицы Елены. Надо сказать, что вот та часть мартирия, вот комплекса в честь Рождества Христова, которая была возведена Еленой и которая осеняла собой непосредственно пещеру Рождества, это была такая отдельная часть этого комплекса, это была такая отдельная восьмигранная в плане церковь, как мы уже говорили, к которой примыкал вот этот пятинефный комплекс именно непосредственно самой базилики. И вот он уже как бы отдельно сохранял под своими сводами святыню древней пещеры. Сейчас при перестройке, совершенной императором Юстинианом, полностью все эти вот части вошли в единый комплекс храма Рождества, в том числе и пещера, поэтому теперь над ней просто такая вот возвышенная площадка, сверху на ней расположены стасидии, в которых располагается хор, в основном арабоязычный хор, который сопровождает собой богослужение, которое здесь проводится, но поскольку вифлеемцы это в основном арабоязычные христиане, и поэтому богослужение здесь совершается на арабском языке. Также там расположены скамеечки для прихожан. Это такая, ну скорее, конечно же, латинская традиция, которая распространилась на Святой Земле, поскольку присутствие латинян на ней было достаточно заметным и значительным в разные периоды, а тем более, если говорить о храме Рождества Христова, который в середине XVI века, после долгого перерыва, когда он принадлежал православным христианам, опять оказался в руках католиков. Это не замедлило отразиться и на внешнем виде. Католики повыбрасывали просто, честно говоря, самым грубым образом на улицу древний великолепный православный иконостас, который сейчас можно видеть. Это иконостас уже XVIII века, иконостас, который сейчас украшает собой центральный предел храма Рождества Христова и непосредственно высится над той площадкой, которая прикрывает собой пещеру Рождества. И еще в конце XVII, начале XVIII века наш русский паломник, священник Иоанн Лукьянов с горечью говорит о том, что великолепное, прекрасное православное убранство храма Рождества, выброшено католиками наружу и прозябает на улице, расхищаемое, разграбляемое всяким, кто проходит мимо. Вот, к сожалению, такими были условия жизни здесь православных христиан, которые находились в таком извечном, к сожалению, конфликте то с католиками, то с армянами, то с представителями сирийской диаспоры. И это отразилось в том числе и на внешнем виде, и в том числе на внешнем виде пещеры Рождества. Спускаясь туда, как правило, из южной части Транцепта, южного оконечности, мы с вами оказываемся вот в этом пещерном помещении, главной такой, наверное, святыне всего храма, безусловно. И сейчас он действительно все больше и больше напоминает ту грубую пещеру, в которой впервые пришел на эту землю Господь наш Иисус Христос. Но это впечатление не исторично, хотя оно и отсылает нас к самым первым временам Рождества Христова. Но на самом деле когда-то этот храм был весь практически украшен и великолепной мозаикой, и шпалерными изображениями, которые практически полностью погибли. Ну, последние из них погибли уже в пожарах 19 века, в 1834-1859 годах. Мраморное украшение пещеры пострадало еще и ранее этого. И в конце 20 века также разразился сравнительно небольшой пожар, но и он тоже успел закоптить и пространство самой пещеры, и закоптить последние вот эти прекрасные мозаики и фрески пещерного храма Рождества Христова. Спускаясь вниз, паломник прежде всего видит перед собою с правой стороны, по правую руку от себя, открытый, принадлежащий православным христианам, престол непосредственно над тем местом, где родился Господь наш Иисус Христос. По такой древней христианской традиции, престол этот является открытым, он непосредственно примыкает к стене пещеры, так что за ним нет никакого прохода дальше, нет никакого горнего места, небольшая легкая оградка отгораживает его для того, чтобы на него нельзя было положить фотоаппарат, свечки или буклеты, как, безусловно, делали бы некоторые, а то и, может быть, очень многие туристы. Все-таки это действительно такая святыня, хотя к нему можно прикоснуться рукой и приложить с благоговением какие-то иконки, тем не менее, конечно, в первую очередь, это место, на котором совершается божественная литургия, непосредственно вот в самом эпицентре событий Рождества Христова. В апсиде, который осеняет этот вот каменный престол, сохранились последние уцелевшие следы, мозаики, изображавшие Рождество Христово и когда-то украшавшие собой весь этот великолепный некогда храм. Но, как правило, паломники, которые с действительно таким благоговейным религиозным чувством подходят к этой святыне, они встают на колени и наклоняются к нише, находящейся непосредственно под этим престолом, и само место Рождества отмечено серебряной звездой, которая сохраняется здесь как напоминание о тех временах, когда с XVI века это место принадлежало на какое-то время, опять на какие-то века представителям католической общины. На самой этой серебряной звезде красуется латинская надпись «Hig de Virgen Maria, Jesus Christus natum est». Здесь, девой Марии, был рожден Иисус Христос. Поскольку это латинская традиция украшения таких вот цветых и памятных мест, вот такой вот звездой, подобные украшения можно встретить и в других памятных местах Святой Земли, подобные же вот, подобным образом украшено и подобной же надписью, например, и место Рождества на Предтече в однонеменном монастыре, принадлежащем также католикам в селении Энкаром. Такое же примерно украшение сохранилось до сих пор на православной Голгофе, также в память о тех временах, когда она еще находилась в руках католиков. И надо сказать, что вот это небольшое серебряное украшение, вот эта серебряная звезда когда-то послужила причиной достаточно серьезных политических событий. Дело в том, что в XIX веке усилилось влияние католической церкви в первую очередь при участии Франции на Святой Земле. В то время, в XIX веке, Турция вступила в так называемую эпоху Тензимат, эпоху реформ. Турецкая империя в значительной степени ослабела, начала терять некоторые из, как когда-то, принадлежавших ей огромных территорий и покоренных ею народов. и за борьбу вот в эту борьбу за влияние на умы и политику турецкого двора с такой яростным ожесточением вступили в первую очередь британцы, Франция, ну и отчасти Россия. На тот момент, по выражению британцев, Турецкая империя представляла собой, как они говорили, больного человека на берегах Босфора. Действительно, Турция в то время пришла в состояние такого кризиса, упадка. Турецкие султаны, для того, чтобы сохранить свое влияние, вынуждены были отходить от свойственных им таких средневековых и отчасти феодальных принципов управления своей империей, перенимать какие-то технические и управленческие достижения европейцев, учиться воспринимать европейскую культуру. И одно время, конечно, Франция, как такая госпожа Европы, долгое время боровшаяся за первенство среди европейских стран, оказывала очень существенное влияние на турецкую политику. Часть этой большой игры состояла как раз-таки в контроле над святыми местами. Благодаря ослаблению и изменению как раз-таки вот этой турецкой политики внутренней стало, возможно, и более активное проникновение европейцев в святую землю и, соответственно, более широкое масштабное паломничество. Началась настоящая борьба порой действительно не на жизнь, а на смерть за право обладания православными святыми. В этом смысле не исключением стал и некогда почти полностью православный Вифлеем. Здесь очень усилилось влияние католиков, влияние сначала францисканцев, а затем и латинского патриархата. в 1847 году в Вифлееме появляется такой очень активный латинский деятель Джузеппе Валерго. По происхождению он был итальянцем, с бедной итальянской семьи, седьмой из 18 детей, но сделал церковную карьеру этот необычайно энергичный, жесткий, властный, где-то фанатичный и даже с таким авантюрным складом человек, сделавшись патриархом восстановленного иерусалимского латинского патриархата католического, начинает борьбу за присутствие католиков с новыми силами, в том числе и в Вифлееме. Надо сказать, что в этой борьбе он не брезгует ничем и отличается чрезвычайно напористостью. Еще до этого, служа в Антиохии, он во время этих конфликтов доводит столкновение с местным населением до такой остроты, что даже получает удар в горло ножом. Но это никоим образом не охлаждает его усердие и совершенно такими, можно сказать, иезуитскими методами он добивается и присутствия своего, в том числе Вифлееме. В первую очередь в окрестностях Вифлеема он проникает таким чрезвычайно коварным действительно образом. Он дает займы достаточно крупную сумму одному из жителей Вифлеема, жителей Биджавы, и когда этот бедняк не в состоянии отдать ему этот долг, он говорит, ну, тогда в уплату этого долга ты предоставишь мне свое жилище. и заселяется, поселяется в окрестностях Вифлеема, он начинает упрочивать здесь свое присутствие, таким образом здесь появляется этот самый латинский патриархат. Местное православное население настолько возмущено, что неоднократно приходит к дому этого бетняги, грозит изгнать отсюда Валергу, требует от хозяина, чтобы тот изгнал своего постояльца, но тот только разводит руками, поскольку ничего не может сделать. Дальше больше. Валерга требует от арабского правителя Бетлехима, чтобы его встречали здесь как подлинного патриарха с эскортом, с построениями, с пушечной пальбой, что необыкновенно возмущает традиционно пользующегося этими привилегиями при посещении Вифлеема православного Иерусалимского патриарха и вызывает возмущение общественности. Но таким образом Валерга приобретает себе все больше и больше каких-то таких сторонников, соратников, умудряется протащить их в Вифлеем, щедро раздавая деньги и уплачивая за местных христиан их долги за недоимки по налогам турецким властям, он все больше и больше расширяет свое влияние, открывает здесь католические школы, таким путем захватывает умы местных жителей, которые отдают в эти школы бесплатные, но с высоким уровнем образования своих детей, впоследствии получают из них, получают их воспитанных в совершенно католическом таком мировоззрении. Жизнь Вифлеема в это время и в том числе жизнь в храме Рождества Христова обостряется в отношении этих межконфессиональных конфликтов до необычайной степени. Епископ Порфирий Успенский описывает те просто драки, которые начинают происходить между православными монахами и католиками и их арабскими прислужниками в храме Рождества Христова. Когда один из таких возникших конфликтов, когда католики требуют какой-то части себе в храме Рождества, приводит к тому, что благочестивые католические арабские алтарники из шкафов, в которых хранилось облачение, достают похожие на бейсбольные биты палки и обрушивают их на головы и тела своих православных оппонентов, крушая кости и приводя к больничному исходу, к таким серьезным травмам в ходе этих столкновений. И так храм становится просто местом таких постоянных столкновений, драк между православной и католической общинами, а также отчасти прокатолически настроенными представителями армянской диаспоры. а, наверное, апогея, такого апогея, все это столкновение достигает тогда, когда оказывается, что в одну ночь похищена та самая серебряная звезда с латинской надписью, которая украшала собою место Рождества Христова. В этой краже католики поспешили обвинить православных, заявив, что таким образом они борются здесь с католическим присутствием. Православные же, в свою очередь, выдвинули встречное обвинение в отношении католиков. Это событие привело к тому, что жалобы стали поддаваться турецкому султану на высшем уровне, и все это перешло с начала на уровень дипломатической борьбы между российскими и французскими представителями при дворе Константинопольского султана, а затем и к войне 1853-1856 годов, то есть самой Крымской войне, известной нам по обороне Севастополя, по первым севастопольским рассказам поручика Льва Толстого. То есть вот этот страшный, кровопролитнейший для России конфликт начался на самом деле как эхо событий, когда-то происшедших на Святой Земле. Кража Серебряной Звезды привела к войне в Крыму. Вот таким образом отдаются отзвуки событий, происходящих святых местах на столь дальние расстояния и страны и дальние удаленные оттуда уголки мира. Россия в числе тех требований, которые она выдвигает в отношении Турецкой империи, конечно, не одна только кража звезды была здесь причиной, но в каком-то смысле она послужила таким спусковым крючком в значительной степени этого конфликта. После этого события Россия в качестве одного из требований к Турецкой империи выдвигает право покровительства паломникам и святым местам на Святой Земле. К этому времени Россия и так достаточно активно уже помогает и деньгами, и средствами, и своей дипломатической защитой, и православным паломникам, из православных храм и местному православному греко и арабоязычному населению Святой Земли. Но здесь вопрос ставится ребром, а на другой стороне оппонентом выступает в первую очередь Франция, которая претендует на звание как раз-таки покровителя святых мест и покровителя католического присутствия на святых местах в мусульманской Турции. Ну, естественно, свои интересы в этот момент здесь и у Британии, которая также активно пытается вмешиваться во всю эту политику, хотя ее вклад в паломничество и обладание святыми местами не столь велик и столь заметен, по причине того, что на тот момент это все-таки уже в большей степени протестантская держава и, соответственно, с меньшим, может быть, традиционным интересом к каким-то внешним выражениям религиозного благочестия, которые характерны для протестантской, ну, в данном случае англиканской церкви. Итак, Россия и Турция объявляют войну друг к другу и совершенно неожиданным для России является то, что совершенно беспрецедентным образом на стороне мусульманской державы выступают две державы, казалось бы, христианские. Католическая Франция и Британия. Ну, на тот момент действительно все-таки еще традиционно христианская страна. Именно вот этот союз приводит к тому, что технически намного более слабо оснащенная Турция при поддержке развитых военно-экономическом отношении сверхдержав тогдашнего европейского мира, в общем, добивается, если не абсолютной победы, то, по крайней мере, серьезного такого поражения, нанесенного России, в результате которого Россия утрачивает многие своих международных позиций, в том числе лишается права обладать военным флотом в Черном море, ну и, соответственно, в Средиземном море тоже своего военного присутствия, без которого, конечно, диктовать свою волю в Средиземноморской стране, как Палестина, части Турецкой империи, ну, просто это невозможно. И на 20 лет в этом споре, держав за обладание святыми местами, Россия оказывается отброшена. Ну, вот такие, в том числе, воспоминания на этом святом месте, месте Рождества Христова, мы с вами вынуждены приводить на память, в том числе, поскольку, в общем, конечно, история христианства, это, к сожалению, не только история богочестия, но и история конфликтов, разделений, приносимых сюда врагом рода человеческого. Тем не менее, вот эта борьба за право обладания святыми местами приводит к тому, что все-таки католики не получают своей какой-то такой постоянной части, принадлежащей им непосредственно в храме Рождества Христова, хотя сохраняют за собой право служения в пещере Рождества, и более того, у них есть в эту пещеру свой отдельный вход, ведущий из принадлежащей им части комплекса уже окружающего храм Рождества Христова. Традиционно пещера Рождества делится между православными, православными греками Иерусалимского Патриархата и Армянской Апостольской Церковью, которым принадлежит предел яслей Христовых. По преданию, как мы знаем, изложению евангельских событий Рождества, Мария, родив Христа, пелена этого и полагает в ясли. Ясли на самом деле на Святой Земле традиционно делались из камня и сохранившиеся до нашего времени образцы таких яслей действительно очень напоминают младенческую колыбель. Качать ее, конечно, нельзя, но это действительно, как правило, вот такого размера камень, в котором сделана идеально такая обтесанная ложбинка, в которую так и и хочется представить, что ее застелили соломкой и положили туда спеленного младенца. В некоторых местах Святой Земли, например, в монастыре Ава-Мартире или в древних набатейских конюшнях старинного набатейского города Мамшита, относящихся к тому же периоду времени, что и древний Вифлеем, можно видеть воочию вот такие каменные ясли, отсылающие нас к реалиям таким осязаемым и зримым от того, как это выглядело во времена жизни Христа. Но нынешние ясли это скорее такой символ напоминания о древних яслях, они обложены мрамором, но представляют собой действительно вот такое каменное вместилище для младенческого тела. небольшой этот предел украшен большим количеством лопат, точно так же, как лампады висят и над православным престолом, над местом непосредственно Рождества Христова. К этим яслям, как правило, тоже прикладываются благоговерные православные христиане, ни в коем случае не стоит на них садиться, как некоторые неразумные туристы, посещающие это святое место, это все-таки место именно молитвы, место преклонения и место, в котором православные христиане способны пережить действительно какие-то возвышенные такие чувства, связанные с пришествием в этом мире Господа нашего Иисуса Христа, пережить драгоценные минуты присутствия, присутствия при православном богослужении в храме Рождества Христова, хотя в общем, наверное, не лишним будет предостеречь тех, кто может быть ожидает от посещения службы, рождественской службы в храме Вифлеема, ну, той же, наверное, ну, что ли, такой благостной, и молитвенной торжественной обстановки, которую мы, русские паломники, привыкли встречать в нашей церкви. На самом деле, те, кто впервые окажется в храме Рождества на рождественской службе, способны будут испытать, ну, некоторые в своем роде культурный или религиозный шок. Дело в том, что, ну, вообще, это богослужение, которое, естественно, сопровождается огромными толпами народа разных конфессий, разных национальностей, которые наполняют собой храм Рождества Христова, начинается традиционно с крестного хода, который сейчас, ну, поскольку вокруг самого комплекса храма просто невозможно пройти, он весь застроен, обустроен разными постройками, о которых мы тоже немножко поговорим впоследствии, поэтому, как и в многих других местах на Святой Земле, крестный ход совершается внутри, вдоль, так сказать, вот, внутренней стороны стен храма, и иногда этому крестному ходу приходится просто остановиться и полчаса, а то и сорок минут, а то и час ждать, пока не утихнут беспорядки, возникающие между, так сказать, прихожанами храма Рождества Христова, которые традиционно считают, что если, например, арабская, православная или католическая молодежь не устроила драку с молодежью армянской, то праздник Рождества просто, ну, не состоялся в подобающей ему степени и мере. К сожалению, вот такие потасовки, стычки между разными конфессиями, разными диаспорами, населяющими Иерусалим, это обычная черта больших таких праздников, проходящих на Святой Земле, и нередко они или предваряют, или сопровождают, или завершают собой праздничное богослужение на Святых местах, и к этому к несчастью нужно быть готовым нашим благоговидам, богочестивым паломникам на Святой Земле. Помимо этого, надо сказать, что в Храме Рождества, в Рождественскую ночь, совершается сразу несколько богослужений одновременно. Во-первых, служатся всеночные бдения и литургия в главном пределе, центральном пределе Храма Рождества, принадлежащем православному Иерусалимскому Патриархату. Естественно, что возглавляет его, как правило, митрополит Вифлеемский в сослужении местного духовенства, многочисленных гостей. Достаточно красиво для тех, кто имеет вкус к подобному пению. Поет местный арабский арабоязычный хор. Служба, как правило, поется на два языка, на греческом и на арабском, византийским распевом. Певчие очень так торжественно наряжаются в особые такие для этого случая одеваемые ими костюмы. Это довольно громко, но это не идет ни в какое сравнение в то же самое время совершаемым пением армян, которые служат также в это время свое совершают свое богослужение, а также с пением сирийских детей, которые в это время поют свои какие-то рождественские калятки. Вот хор этой сирийской общины детской в состоянии перекричать одновременно два праздничных хора Иерусалимского Патриархата, армянский хор, но а уж про тот хор, который поет и сопровождает богослужение, который параллельно этому совершается внутри в самой пещере и говорит не о чем. Надо сказать, что в самой пещере конечно наверное в этот момент самое тихое место, поскольку оттуда не так доносится вся вот эта какафония параллельно совершаемая богослужение в верхней части храма, но зато можно себе представить насколько эта пещера в рождественскую ночь набита просто битком народом и тем кому посчастливилось туда попасть ну в общем действительно там тесно прижато друг к другу как сардинки в банке естественно что в этом храме в пещерном очень душно но те кто присутствовал кому посчастливилось присутствовать на этом богослужении непосредственно в пещере Рождества говорят о том что порой там молящихся касается такая необыкновенная божественная благодать вот этой чудной рождественской ночи что это стоит того и перебивает все те может быть не самые благоговейные и приятные впечатления которые выносят из посещения рождественской ночной службы паломник пришедший в храм Рождества который конечно естественно тоже полон народов которым тоже тесно и помимо этого еще и шумно вот к подобного рода проявлениям к сожалению нужно быть готовым паломнику который решится прийти сюда на рождественскую службу и поэтому надо на самом деле хорошенько подумать насколько вы нуждаетесь в таком может быть ярком с этнографической точки зрения впечатлению но в то же время с одной стороны действительно продолжительному и утомительному богослужению а с другой стороны и в общем к событию наполненному возможными такими какими-то эксцессами и в общем конечно способному в значительной степени так как-то и утомить и обескуражить внутренне неготового к этому богомольца ну а конечно в те дни когда можно присутствовать в храме Рождества Христова при совершаемых там православных богослужениях это надо сказать действительно очень такое благоговейное и способное вызвать в душе у человека такие глубокие молитвенные переживания служения и которое может оставить такой очень глубокий незабываемый след в душе благоговейного паломника ну и поклонение месту Рождества Христова и вот само пребывание в этой древней святыне конечно тоже необыкновенно благотворно и с таким великим благословением действует на душу православного христианина который как великую драгоценность уносит благословение полученное им при посещении святыни храма Рождества Христова сподобившись ну вот как-то действительно в такой молитвенной благоговейной обстановке посетить это замечательное место и прикоснуться к великому событию Рождества Христова с которым мы и поздравляем сегодня наших зрителей слушателей православного канала Экзегет с праздником с Рождеством вас дорогие зрители внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео Субтитры